Спасибо, уважаемые жители Ясневой. Я не живу в Ясневой, я сразу скажу, но я являюсь сопредседателем московского движения, общего московского движения «Жилищная солидарность» и в Ясневе довольно много участников нашего движения, и в ваших кварталах в том числе. Поэтому, мне кажется, я имею право, если здесь было голосование, я голосовать не имел бы, наверное, право, но приступить не иметь право. У меня сень абсолютно конкретных предложений, к чему нас призывал Дмитрий Горгиевич. Первое. Заявление, в том числе заявление ЖСК, где там 427 подписей, это количество заявлений обычно подсчитывается комиссией в префектуре, и она на основании этого делает свои выводы. Так вот, заявление ЖСК, это считается 427 заявлений. 447. Простите, я говорю, сколько там будет. Ну и аналогично, если есть другие подобные заявления, а не заодно. Я об этом не стал поговорить, это само собой разумеется, но тем не менее, часто такие заявления считают заодно. Второе. Да, на заседание комиссии пригласить из сегодняшних участников тех, кто наиболее подготовлен. Ну, очевидно, от председателя ЖСК, вот Александр, извините, фамилию я забыл, ну и так далее. Вот, а, вот, господин выступал. Вам ли не это, кто активнее всех выступал? Или тех, кто может быть попросит об этом? Второе. Все документы, относящиеся к времени за строки микрорайона, по каждому дому, это в основном документы БТИ. Может быть, они сейчас хранятся в Мосгорархиве, может быть, еще где-то. Это властям виднее. Это их обязанность, а не наши, не ваши, добывать эти документы. А вы знаете, что они добываются очень большим трудом. Так вот, власти обязаны эти документы представить каждому общему собранию каждого дома на этой территории. И оговорить, какие из этих документов равносильны катастрофой регистрации. Потому что среди документов БТИ есть такие, которые равносильны катастрофой регистрации. И если таковые окажутся, они наверняка там окажутся. Если их мыши не съели или если пожара не было. Так вот, если там такие окажутся, то тогда это уже не неживание, то, что здесь происходит, а перемеживание, которое должно происходить в согласии собственников, опять же, того же самого общего собрания. Я каждое слово могу подтвердить, ссылкой на закон, если он больше подтвердит, наверное. Вот. Значит, это перемеживание, оно проходит по другой процедуре. За другие гораздо меньшие деньги, уж пусть разработчики меня извинят. Вот. И, естественно, другими результатами. Третье. Все документы, которые будут представлены, я надеюсь, к следующему собранию, особенно вот подобные схемы, оформить должным образом, с подписами, печати и так далее. Чтобы это был действительно официальный проект, а уж, извините меня, нефитин и грамотно. Четвертое. Элементы озеленения по границам некорайона, я имею в виду газоны, которые между домами и улицами. Вот эти, значит, элементы озеленения присоединить в соответствии с федеральным законодательством к участкам домов. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом, в очень далеком будущем, могу вас замерить, не расширили проезжую часть и не приблизили ее, как это во многих местах Москвы, на три метра к вашим окнам. Пятое. Исключить территории общего пользования, как незаконные, из этого проекта. Александр Голович доказывал сейчас, что территории общего пользования могут быть внутри микрорайона. Но, что, скажем, участки озеленения, элементы озеленения не входят в перечень общего имущества, не общего, а имущества общего пользования, участков общего пользования. И поэтому, но перечень этот открытый, и поэтому можно разные там участки внутри микрорайона сделать участками общего пользования. Но, в других документах, в постановлении федерального правительства, не 70 какого-то года, а гораздо более свежего, по-моему, уже хорошо за 90-й год, перечислены элементы имущества общего пользования многоквартирных домов. Туда, естественно, входят и элементы озеленения, и проезды, и автостоянки, и уж, конечно, детские спортивные площадки. И, обратите внимание, тут тоже упоминали, как они называются, ну, подстанции тепловые и электрические вырезы сейчас. Вот. Если эти вот подстанции обслуживают не несколько домов, а один дом. Если несколько, то это уже другое дело. Так, значит, шестое. Да, ну, это я уже сказал, заодно про детские площадки и все прочее. Добавлю только, что Александр Булович говорил о проездах, проезды бывают разные. Проезды бывают такие, которые побольше иной улицы, и они включены законом в дорожную сеть города Москвы. Вот эти, да, они не могут быть, естественно, общим имуществом домов. А проезды, которые не включены законом в дорожную сеть города Москвы, должны быть включены в общее имущество домов. И на детские площадки, на проезды, на многие другие, может быть, элементы, есть такое понятие, которое, может быть, не все знают, сервитуды. Сервитуд – это обязанность собственника, которая ограничивает его право пользования. Вы не можете поперек проезда поставить забор, или вы не можете детскую площадку огородить, забор, и не допускать туда детишек из соседних домов. Вот это должно быть записано в сервитуде. Правительство Москвы прекрасно об этом знает, но пытается как-то это игнорировать, эта возможность. Седьмое. Затраты на уборку территории. Значит, слава Богу, было уже сказано, что налог на общее имущество, и в том числе на землю, отменен недавно, с 1 января будущего года. Это вступает в сервитуде. Но проблема уборки и других затрат благоустройства на благоустройство территории остается. Сколько я всегда слышал, я не знаю, может, Александр Боич, у меня поправит, новые какие-то, может быть, есть решения, но я всегда считал, на основании утверждения правительства Москвы, что после того, как территория вошла в общее имущество дома, опять же, обязанность собственника в доме является платить за обслуживание этой территории. Но несколько вопросов в связи с этим возникает. Первое. Как-то до сих пор правительство Москвы финансировало это из бюджета, и город вроде не разорился на этих расходах. А теперь, значит, они перекладываются на собственников, на которых, кроме того, вы знаете, и так многое перекладывается в ближайшем будущем. Капитальный ремонт там и так далее. Так вот, почему бы правительству Москвы не рассмотреть такую возможность, как уменьшение некоторых других попоров с собственниками, чтобы компенсировать вот эти вновь возникающие вопросы, расходы. И второе. Не так страшен черт, как его молюют. В городе Троицке довольно давно уже, когда он еще не был Москвой, ну, вы знаете, он тут недалеко, установили расходы на уборку территории, тамошний муниципальный совет установил, там хороший активный член муниципального совета, это Наукоград Троицка. Да, так вот, он установил расходы на уборку территории 1 рубль 30 копеек. Ну, не помню сейчас, то ли с квадратного метра земли, то ли с квадратного метра жилья, это не важно. А важно вот что. Когда Троицка присоединили к Москве, расходы на уборку территории стали 27 рублей. То есть раз 12-13, наверное, повысились. А они тогда неплохо убирали эту территорию. Значит, если все-таки расходы на уборку территории будут возложены на вас, на нас, то наше будет дело, какие будут эти расходы. Поверяю, что мы на этом довольно много сэкономим. Спасибо, Дмитрий Иванович. Вот, я тут несколько вопросов вынужден все-таки прокомментировать. Но начну с последнего, чем Дмитрий Иванович закончил. Мы об этом и для этого и пригласили, об этом говорим. Думайте сами, решайте сами. Что иметь и в каком размере. Теперь опять территорию общего пользования, которая не дает всем покоя. Дмитрий Иванович ссылался на меня и мое комментирование. Я привлекаю ваше внимание еще раз. Я нигде не личную позицию высказываю. А строго нормы законодательства. Это территория общего пользования. Статья соответствующая городостроительного кодекса. Статья 1. Пункт 12. И сюда то, что зафиксировано, то и внесено. Кто это вам и зачитал. Поэтому я никого не призывал как-то информировать. И категорически не соглашусь с заявлением Дмитрия Ивановича о том, что элементы присоединения или озеленения, или какие-то еще элементы, вот все при домовом территориям отдать. Вот здесь сейчас конкретно участник публичных слушаний заявил о том, что ему не нужна детская площадка на крыше там строения. Поэтому, поэтому, об этом он сказал. Ну подождите, ну что, что ли, я же не перед вами. Поэтому мы будем исходить не из какого-то общего пожелания, а из конкретных предложений собственников конкретного дома. Чему мы вас еще раз призываем. Там, где у вас есть замечания, вы к нам сформулируете, чтобы мы могли их учесть в проекте «Нежива». Дмитрий Иванович, вы выступили в моих больших войнах. Дайте ему, пожалуйста, слово. Дайте ему слово. В дискуссии у нас высказывает непросительный вопрос. Пусть скажет. Извините, пока сломает. А выключите зеленый микрофон, пожалуйста. Дайте слово. Взять слово. Вы не уважаете человека. Теоретическую дискуссию продолжим. Дайте слово. Давайте скажем. На территории, в общем, пользование местных площадок, должно решать общественную продюссию. Давайте, главное сказать.